окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате через статик новый психологический хоррор запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы начинаем новое прохождение напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик я прошу прощения вы ведь крис верно ну да я эвелин а мы говорили по телефону точно прошу прощения я не узнал ваш голос ничего хорошо что вам удалось приехать кажется у вашего отца было немного друзей в последние годы у него никогда не было друзей ну да ну да ладно в доме меня попросили передать вам это больше личных вещей при нем не было книга на простите за прямолинейность наверняка вам сегодня тяжело да нет вы все нормально мы не были близки ну я вам соболезную крис надеюсь вы вернетесь домой в добром здравии так мы собственно уже в игре как мы поняли из вступительной речи видимо наш отец умер мы приехали на похороны и нам вручили книгу которую он нам оставил так судя по расположению руля мы наверное в англии находимся а ежедневник берем для тех кого это касается на страницах этой книги уместилась работа всей моей жизни средства для достижения неосуществимой цели парк где не растут деревья 30 лет вопросов без ответов не всему на свете суждено сбыться все же касается и моих пустых чаяний я лишь надеюсь что эти потрепанные страницы докажут что мы нечто большее чем кажется а наше восприятие реальности вуаль наброшен на наши идеи и жажду познать этот мир я жалею о многом но только не об институте бардачок можно открыть что там находится давайте взглянем карта визуальная игра выполнена в стиле игр на первой playstation а что произошло конечная 2146 так мобильный телефон возьмем на всякий пожарный аккумулятор сел а то есть брать ты его не хочешь ладно запомним что если что он здесь есть в бардачке больше ничего нет поэтому выходим так используйте клавиши для перемещения чтобы бежать зажмите ошибку ой дождь идет довольно шумно старый приятель наша машинка старенькая мне интересно как игра сохраняется давайте проверим а нет мы не можем сами сохранить игру значит нужно надеяться на авто сохранения надеюсь по крайней мере иконки будут показаны чтобы знать когда игра собственно сохранилась реклама не лучшая погода для мороженого для мороженого всегда хорошая погода ой как шумно от дождя давайте зайдем внутрь что у нас в меню старое потертое меню с неразборчивыми надписями кафе конечное нам повезло открыто иисусе меня чуть инфаркт не хватил дай угадаю полил ливень и ты заплутал скажите а тут еще открыто обычно в разговоре участвуют два человека ты в курсе а я видимо не успел нажать прости что не постучал тут же еще открыто да ну кухня уже закрыта на кофе сколько угодно хоть утопись ты же не местный сужу по голосу нет в смысле я раньше здесь жил но это было давно ну так что куда путь держишь я ехал на восток азуэстри у тебя сначала хорошие новости или плохие давай начнем с хороших ты еще спрашиваешь конечно сначала хорошие ну дорогу ты выбрал правильно я сама скоро туда поеду плохие новости это полчаса езды обратно в ту сторону обожди немного и я покажу дорогу если подбросишь конечно если честно я буду только рад компании мне все равно не улыбалась рассекать на велике в такой дождь но если ты маньяк то я надеру тебе задницу я уже рад тому что наконец съеду с этой дороги кстати а где мы добро пожаловать в кафе конечное лучший кофе по эту сторону опять но сейчас у нас немного клиентов о да но можешь попить кофе угощайся дай мне пять минут хорошо кстати ты так и не сказал мне свое имя я крис крис ясненько простое красивое имя ага так звали моего папашу ну и деда тоже мои родители не очень любили нарушать традиции ну что ж приятно с тобой познакомиться крис а я энейро я знал когда-то одну энейро это значит зима да ну почти зима это гав энейро значит снег что-то я подзабыл валийский да нет ты меня даже удивил большинство англичан даже дорожные знаки не разбирают я видимо тоже как тебя занесло в наши края я ну сегодня я похоронил отца чёрт мне жаль да ничего мы не очень ладили мой папа не ушел от нас когда мне было шесть потом я вдруг потом вдруг заявился спустя десять лет в счастливую семью до сих пор меня мне названивает хотя никогда не беру трубку дело семейное да я скоро закончу и можно будет выезжать хорошо ты сказала можно взять кофе но я могу только кружку взять и все и положить на место но не получается никак взаимодействовать с кофейным аппаратом а вот использовать сначала нужно поставить сюда кофейник так подождите а вот кофейник поставить сюда использовать можно пока в туалет зайти туалет мне сейчас не нужен ладно я бы хотел пироженку тут такие вкусняшки лежат нет о в в в в в в в в получено достижение help yourself берем кофейник для кофе мне понадобится кружка ок Окей, кружка, кофейник. Вот так-то лучше. Что у нас в меню особых блюд? Не разберешься? Просто крути ручку, пока не поймаешь сигнал. Ага, я понял. Радиопомехи тут пошли. Что-то вообще он отключил. Ага, вот все. Ой, музыка, это очень плохо. Можно нам в настройки зайти и сразу же музыку отключить? Надеюсь, вы понимаете, почему YouTube постоянно блокирует практически любую музыку. На видео постоянно у меня из-за этого возникают проблемы. Так, громкость музыки убираем вообще. Так, ну кофеек мы попили. Что дальше? У нас в меню особых блюд. Список сегодняшних на особых блюд. Какие блюда нам не расскажут, да? Нам, видимо, нужно подождать, пока она... Закончит что-то не так, определенно. Опять? Уже второй раз за неделю? Подожди, у меня оттуда где-то есть зажигалка. Так, нажмите ТАП, чтобы открыть инвентарь и выберите зажигалку. Задача разобраться с электричеством в кафе. Что у нас при себе есть? Дневник моего отца. Сейчас нет необходимости считать его целиком. И у нас есть моя зажигалка, подаренная старым другом. Горячая клавиша 1. Использовать. Ну, не особо она помогла. Вот почему я так люблю курильщиков. Ты не против сходить посмотреть? Щиток в задней комнате. То есть, туда, по идее, да? Через сто лет? Ну, хорошо, как скажешь. В прошлый раз я ждала электрика 3 часа. Так, куда мне идти? Щиток на кухне. Ага, на кухне. Так, ну, посмотрим заодно туалет. Можно помыть руки. Туалетная бумага. Запастись они на совесть. Да разве это запас? Да. Сильный запас. Запасаться нужно намного больше. Так, кухня, видимо, сюда. Да, дверь кухни. А вот и щиток. Видимо, подсказка, да? Light on the. То есть, чтобы свет горел, нужно левый и правый переключить. Слушай, Нейра, тут предохранители в Игоре. Там где-то есть запасные. Так. Давайте сначала найдем запасные. Где-то тут. Она не сказала, где именно, придется искать везде. Так, давайте сверху сначала, чтобы не запутаться. В инвентарь добавлена отвертка. Хорошо. Отвертка это хорошо, но нам предохранители нужны. Так, автоматически открылся инвентарь. Видимо, нужна отвертка, чтобы шкафчик этот открыть. В инвентарь добавлен электрический предохранитель. Что, один только? Закрыть нельзя, шу-кляточку. Раковина осмотреть. Раковина, заполненная грязной посудой. Понял. Так, мы нашли один предохранитель. Одного нам явно мало. Нам нужно... Первый, второй, третий, четвертый. Нам нужен еще один. Подождите, этот, видимо, не выгоревший. Вот выгоревший со следами, да? Так, давайте мы вот этот возьмем. Предохранитель сгорел. Да, эти сгоревшие. Набираем их. Сгоревший. Так, в первый слот ставим. Вот этот. Сюда ставим вот этот. Получено достижение. Крис, а, э, может ли, поблагодарить, Энейра? Не успела прочитать, какое достижение, потому что он заговорил. Твою ж дивизию! Что это было? Что это было? Почему-то... Что происходит? Что за... Что за жесть? Не ходи в лес! Не ходить в лес? Что здесь случилось? Что за жесть это была? Колонка. Колонка, подключенная к магнитофону. Странное устройство. Странное устройство с двумя антеннами. Магнитофон. Какой-то магнитофон. Что он здесь делает? Не работает. Видимо, сел аккумулятор. Мне нужно найти другой аккумулятор. Ну, я так понимаю, что мне нужен аккумулятор от нашего автомобиля, наверное, хотя... Пока что не... Непонятно, зачем нам вообще это устройство. Еще колонка. Моментальный фотоаппарат. Фотоаппарат? Так, а у нас на горячую клавишу никак не ставится? Давайте проверим. Может запечатлеть что-то на память. Только вот так, да? Количество снимков не ограничено? Сохранить или избавиться? Ну, давайте избавимся. Сладкое. Все заплесневело. К счастью, я не голодный. Может быть, то, что было до этого, было не по-настоящему. Такс, там кто-то исчез. Тут что-то светится. Грибы? Так, а жалко, что фотоаппарат не назначен ни на какую кнопку. Давайте вот такую фотку леса сделаем. Вот так, прям между двух деревьев. И сохраним. Кстати, ребята, пока что никакой иконки по поводу сохранения игры не было. Вот непонятно, может быть, вот это вот сохраняет игру фотоаппарат. Кто его знает. Машину сфоткать нашу. А чёрт, не получилось, когда вывеска светится. Давайте ещё раз. Вот. Чтоб вывеска светилась. Вот так вот сохраняем воспоминания. Вот непонятно, то ли мне в лес нужно, то ли мне куда нужно. Так, а ну-ка давайте здесь пока что осмотримся. Опа. Вот это точно не к добру. Противоударный кейс. Что в нём? Кассета. Кассета. А кровавленная. Что? Что-то происходит такое. Я не думаю, что нам стоит туда топать. Что? Что? Что случилось? Мы появились. Я понял. Это цикл. Мы не можем уйти. Мы идём в одну сторону и появляемся с другой стороны. Да, смотрите. А если мы пойдём вот сюда, к примеру? Или всё-таки нужно было... Подождите, давайте попробуем. Мы можем вернуться. Просто не очень понятно, что в данный момент нам нужно сделать. Давайте попробуем, может, аккумулятор снять с машины. Ржавое ведро. Теперь это не стал реприятелем, это ржавое ведро. Ха-ха. Кусок. Ха-ха-ха. Стоп. Мы... Ой, мы куда-то поехали. Подождите. Достижение было получено. Аудр-Лайбл. Старый. Надёжный. Стоило, может, в лес пойти? Непонятно. Не понятно. А там видно, что куска машины нету дальше. Что нам делать? Но мы ведь выяснили, что телефон... Ау-ау-ау! Твою ж дивизию! Хотел сказать, мы ведь знаем, что телефон не работает. Да зря же. В этой области остались ненайденные ключевые предметы. Что это значит? Повезло, что вышел. Так, машина определённо никуда не поедет. Может быть, теперь с неё снять аккумулятор? Ой, ну и погода. Куда мне? Туда или туда? Давайте сюда пройдём вначале. Может быть, если мы сюда пойдём, то мы выйдем опять в такие комичные кафешки? Уй! Тихо! Странное устройство. От этого устройства исходит какой-то гул. У меня от него голова идёт кругом. Антенна. Вышка. Так, главное не заблудиться здесь ещё. Я могу вообще туда подойти, к этой вышке? А, нет, я не могу. Так, примерно помню, машина там. Там пустое пространство какое-то. Сюда ещё можно пройти. Что за звуки? Да, ребята, как я и думал. Смотрите, я вышел к этой кафешке. Просто здесь действительно вот есть магнитофон, с которым нужно что-то сделать. У нас кассета есть. Так что я так и думал, что по-любому сюда ещё вернуться нужно. Но нам ведь нужно аккумулятор снять с машины, а мы не можем этого сделать. Нужно найти другой аккумулятор. Какой-то магнитофон. Он не работает. Ну, нужно найти другой аккумулятор. Я знаю, где его взять в машине. Но у нас не получалось. Я со всех сторон тыкал в машину. Никак мы не могли это сделать. Так, а с телефоном мы ничего не можем сделать? Ладно, давайте ещё раз к машине сбегаем. Потом пойдём, если что, в ту сторону. В пустое пространство там. Ну, нет, в пустое пространство. В этой области не найдены ключевые предметы. В открытое, скажем так, пространство. Нам бы здесь хотя бы велосипед пригодился. А то бежать далековато. Но если я сюда пойду, я так понимаю, то я туда и приду к тому открытому пространству. Сначала ещё раз хочу проверить машину, чтобы уже убедиться, что вот не получается у меня взять аккумулятор. А может быть, как раз получится. Это что за звуки? Потрескивает что-то. Вот, я нажимаю. Нет, мы не можем никак капот открыть. Обойти машину мы тоже не можем. Но ничего не можем сделать. Странно. А вот так вот обошли. Но толку нет. Может быть, отвертку взять? Здесь не нужна отвертка. А что тебе нужно, чтобы достать аккумулятор? Как раз тебе отвертка нужна. И гаечный ключ. Ну ладно. Может быть, нам нужно гаечный ключ найти? Так, ну пойдём тогда по левой стороне в этот раз. А там что-то светится. Слушайте. Какой-то бункер. Ну, входить туда пока что не будем. Нас туда и не пустят. Я понял. Нас туда и не пустят. Хорошо. Мы не можем прочитать, что это. В центре дверного механизма есть какое-то шестиугольное приспособление. Ну, вентиль нужно, очевидно. Так. Значит, идём по левой стороне. Вот так вот. Это тут что, озеро? Лодка. Старая лодка. Весел нет. Я понял намёк. Нам нужно найти весла. Тогда мы куда-то сможем сплавать. Так мы в воду зайти не можем. Нужно запоминать. Нам нужны весла. Нам нужен вентиль. Нам нужен аккумулятор. Что это за сарай? Твою ж дивизию. Этот запах. Ужас. Вентиль есть. Чёрт. Что случилось с этим человеком? Дата 10.12.98. Время 2.37. Учёный. Доктор Ниша Бэнс. Пеллинг такое-то место. Кафе Конечный. Лесной массив. Зона карантина Альпа. Полный диапазон частот. Сильное смещение. Емичный источник. Отчётливо слышимая вибрация. Рекомендуется дальнейшее изучение. Так. 90.099. Умеренное смещение. Два источника. Неразличимая. Болковня. Множество объектов. Это диапазоны радиочастот. Судя по всему. Так, мы подобрали вентиль. Видимо, всё-таки нам нужно именно в бункер топать туда. Давайте мы всё-таки ещё по левой стороне немного прогуляемся. Смотрим, что можно. Так, ну мы здесь не поднимемся. А там как раз машина, так что... А, нет. Мы здесь вот так вот поднимемся. Но мы не можем прыгать, поэтому это бессмысленно. Так, это я отсюда и прошёл. Давайте ещё туда пройдём тоже по левой стороне. Там ещё были места, куда можно пойти вроде бы. Проверим перед тем, как идти в какой-то неизвестный бункер опасный. Определённо опасный. Мы там что-то жуткое видели. Стоп, а этого... Этого мы не видели. Ах, твою ж дивизию. Факел. Ну не факел, а фонарик, но допустим. Так, на двоечке он. Хорошо. Надеюсь, батарейки не тратятся. Аж, жесть просто. Что здесь произошло? Посмотрите, его разорвали прямо. Ещё прибили туда. Шесть. Обгоревшая записка. Отчёт о наблюдениях в зоне Браво. День 16, 24-я, 9-я. Количество аномальных визуальных контактов 2. Аномальный визуальный контакт 1. Время 6.36. Пасмурная лёгкая дождь. 100 осадков. Влажность 89. Ветер 25. Видимость плохая. Местонахождение у деревенского магазина на Уик-Лейн. Описание напоминает гуманоиды, тёмно-прозрачные, наблюдая на расстоянии. Второй контакт. Время 16.12. Остальной текст неразборчив. Там ещё можно было куда-то влево свернуть. Тихо-тихо. Тихо. Сфоткать, что ли, озеро. Тихо-тихо. 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 Может быть, это сохраняет прогресс, поэтому, кто его знает, будем периодически вот так вот что-то фоткать. Так, куда это мы идем? Черт его знает. А по-моему, это мы идем по направлению к конечной кафешке, или нет? Что-то похоже на то. Да, это мы опять сюда прибыли. Ну, тогда похоже, что нам только в бункер. То есть, все мы осмотрели, осталось только в бункер зайти. Хорошо. Так, вот отсюда вот я, получается, вышел. Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А там дорога сверху, вон там фонарь стоит. Ну что, используем наш вентиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, нехорошо, это не к добру. Ну, фонарик может взять? Так, ты не перегоришь? Нет. Ладно, пока что более-менее светло. Ой, надеюсь, здесь не будет лабиринта. Альфа-Чарли. Так, давайте возьмем фонарик. Альфа-Чарли, давайте по левой стороне, наверное. Так, пойдем. Эхо. Эй, подожди! Замок закрыта накрепка. А, нам нужно, видимо, либо ключ, либо перерезать цепь. Чтобы туда пройти хорошо. Так, ладно, давайте тогда не туда, пока что пойдем. Право. Там вроде вниз спускаться нужно. Браво. И здесь тоже, конечно же, вниз. Куда пойти? По этой стороне пойти. Давайте уже пойдем здесь. Запомню, что мы пошли по правой стороне. А здесь тоже замок. Ну, может быть, здесь мы найдем что-нибудь? Закрыто. Причем даже два замка. Ну, если мы найдем болтарез, то нам будет уже как-то наплевать, сколько замков. Но здесь ничего нет. Сюда, видимо, потом нужно прийти. Хорошо. Это мы будем знать. Так, слева-справа осмотрелись. Теперь идем по центру. Опять развилка. Там кто-нибудь есть? Вы? Так, там, видимо, кто-то пытается со мной связаться по радио. Хочу вначале по сторонам осмотреться. Что у нас здесь? Завал. Похоже, кто-то специально завалил этот проход. И мы туда не переберемся никак. Так, ладно. Хранилище и тоже замок. Тогда вообще без вариантов. Сюда. Генератор. Старый ржавый генератор. Кажется, он сломан. Компьютерный терминал. Такая же штуковина, которую мы видели в лесу. Аудиоустройство. Стеллаж с разными аудиоустройствами. Что мы можем здесь сделать? Мы ничего, мы можем просто посмотреть и все. Ладно. Еще терминал. Еще терминал. А вон там, видимо, радио. Это похоже на карту. Но только ничего не понятно. Если бы подольше дали на нее посмотреть, по крайней мере. Зона А, там зона С была. Это зона Б. Запустить процедуру сохранения, захвата. О, карта. Похоже, они что-то отслеживали. Ничего эта карта мне не дает. Алло. О, боже, как же я рада вас слышать. Я думала, вы бросили меня умирать. Я правильно понимаю, теперь все под контролем? Я могу выходить? А кто это? Я заблудился, мне очень нужна помощь, я... Погоди-ка. Так, ты не из группы зачистки? Твою дивизию. Слушай, я просто... Я был в кафе, и эта тварь напала на нас. Я просто хочу отсюда выбраться. Пожалуйста, вызови помощь. Хорошо, успокойся. Расскажи мне, что ты видел в подробностях? Я не знаю, там было темно. Как в каком-то кошмаре. Такое ощущение, будто я сплю. Слушай, все будет хорошо. Как тебя зовут? Я Крис, но... Хорошо, Крис, меня зовут Хелен. Слушай меня внимательно. У нас тут небольшая проблема, случилось что-то плохое. Тебе придется мне довериться. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Я состою в группе ученых, и не важно, что ты увидел в кафе, все это не на самом деле, хорошо? Но чтобы отсюда выбраться, нам нужно работать в команде. У тебя когда-нибудь был сонный паралич? Конечно, а в детстве я боялся его до ужаса. Представь, что это и есть сонный паралич, только твоя кровать размером в несколько километров. То, что ты видишь, неважно, насколько с виду реальное, всего лишь перепутанные воспоминания. Плоды твоего воображения, привязанные к чему-то настоящему. Слушай, я просто пытаюсь вернуться домой. У тебя есть только один способ выбраться, с точностью выполнять все, что я говорю. Мне жаль, Крис, но мы в одной лодке, нравится это тебе или нет. Так что мне делать? Здесь есть три зоны, в каждой из них находится устройство, которое огораживает окружающую территорию и обеспечивает безопасность. Несколько дней назад эти устройства перестали работать. Все три зоны одновременно потеряли связь с антенной решеткой. Тебе придется перезапустить устройство, одновременная передача вручную, чтобы предподключить их. Если честно, я даже с видеомагнитофонами не дружу, вряд ли я... Это скорее как проигрыватель. Включаешь питание, потом нажимаешь большую зеленую кнопку. Все настолько просто. Ладно, а как мне понять, где их искать? Как раз для таких случаев каждое устройство издает специальный сигнал, который можно легко отследить с помощью устройства расчета смещений. Одно такое должно быть... И других вариантов нет? К сожалению, нет. Что еще раз ты говорила про это устройство расчета смещения? Да, это как переносное радио, только оно может ловить сигналы за пределами обычных полос частот. Мы используем их, чтобы следить за аномалиями, чтобы прослушивать их. Сигналы? Сигналы — это побочные эффекты, остатки следов пораженных сущностей. Когда предмет поражает аномалии, от него начинают исходить определенные волны, которые улавливают монитор в смещениях частот. С его помощью можно отследить источник, который приведет тебя к линии одновременной передачи. Ты даже не представляешь, насколько бредово это для меня звучит. А вот папаша мой по подобной чуши с ума сходил. Крис, я предельно серьезно. Нам нужно огородить эти зоны. Ладно. Хорошо, я вернусь позже. Хотя, расскажи мне больше об этих зонах. Всего этих зон три, и раз уж радио работает, значит в саду есть электричество. Подробности по зонам ты можешь увидеть на мониторах. Первая зона рядом с главной дорогой. Там есть заброшенное кафе, мы наблюдаем за ним уже несколько месяцев. Вторая в самой деревне, в самой старой пивной. А третий, это эпицентр, она за озером. Фермерский участок, где впервые была замечена аномалия. Кафе, деревня, фермерский участок, понял? Ладно, хорошо. Я вернусь позже, пойду проверю эти зоны. Будь осторожнее, Крис. Можно было еще задать вопрос по поводу, что нам мешает просто уйти, но ответ-то мы уже знаем, потому что мы уже попробовали. Не получается просто уйти. Она сказала про устройство, но я не успел прочитать, где оно находится. Где-то здесь. Вот это там вот желтое, это не аккумулятор стоит? Безумие какое-то. А вот это оно, наверное, есть, это устройство. Это то устройство, о котором она говорила? Так, устройство для наблюдения за смещением частот. Что это? Получено достижение через нестатику. Руководство по эксплуатации. Конфиденциальность. Ознакомьтесь с данным документом, прежде чем пользоваться прибором. Разглашение ноу-хауин конфиденциальной информации запрещено. Руководство. Устройство для наблюдения за смещением частот. УНСЧ. Собственность института Эхопарка. В приборе используются цифровые микросхемы, разработанные по новейшей технологии нашей команды инженеров мирового уровня. Настройка. Принцип скорость использования FM-приемника. УНСЧ разработан для работы на частотах между 88 и 108,1 МГц по точной детальной шкале. Мониторинг смещения после обнаружения нужной частоты. Направляемый микрофон можно использовать для обнаружения причины смещения частот. При наведении на цель активируется цифровой жидкокристаллический экран. На нем будет ображаться цифровое значение от 0,1 до 1, которые будут возрастать в зависимости от силы сигнала. Стабилизация смещения. Записка порвана. Ребята, вы что-нибудь поняли? Я нет. Как его использовать, я не понял. А где у нас зона А? Получается, зона А ведь первая. Здесь что-то есть? Подсказка? Нет. Я думал, может быть, будет подсказка по поводу значений каких-то и так далее. Ладно, судя по всему, отсюда можно просто уходить. Устройство для наблюдения за смещением частот. Это уже нам подсказка. Левый контрол, чтобы поднять или опустить. Направляемый микрофон. Е, чтобы убрать прибор. Три, чтобы достать. С помощью поднятого микрофона можно искать сигнал. При обнаружении сигнала прибор загорается синим. Уровень сигнала отображается на ЖК-дисплее. Чем больше отображаемое число, тем сильнее сигнал. Пожалуйста, учтите, устройство для наблюдения за смещением частот. Это устройство, права именно пользования которым располагает только институт Эхопарк. Это устройство прототип. Им могут пользоваться только сотрудники института. У устройства нет сертификации для того, чтобы его использовали за пределами научного центра. Соблюдайте технику безопасности. Так, вот это уже понятнее намного. Это уже намного понятнее. Но здесь-то его использовать нечего. Нам нужно выйти. Я так полагаю, та штуковина красным, которая светилась, и есть то, что нам нужно. То, что находится в первом месте. То есть, возле кафешки. В первой зоне. Так, ну, давайте мы сделаем фотографию. Я просто не знаю, сохраняет это, не сохраняет это прогресс. На всякий случай будем вот так икотать. Сохранить воспоминания. И давайте мы здесь с вами, ребята, уже на сегодня прервемся. Пока что очень даже любопытно, интересно будет сейчас искать сигналы. И узнавать, что мы, собственно, найдем, что это нам даст. Надеюсь, вам тоже нравится. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!